Да, за время. Слава Богу, друзья, братья и сестры, продолжаем тему «История Восточной Церкви». Первый урок сегодня. Да, следите тогда за расписанием. Вот, и, друзья, мне уже присылают свидетельства о сновидениях. Интересно. Ну ладно, потом почитаю. И, да, потому что в сновидениях тоже я как раз говорил вчера вечером, тоже там с братьями, Бог вразумляет очень сильно, порой мощно просто, сверхъестественно. Вот, и сегодня утром на утренней молитве как раз я тоже выхожу на ютубе обычно утром и вечером, но вечером сейчас не получается в 6 вечера по времени просто отсюда мне ехать туда на квартиру часа два. Поэтому как бы не получается никак. А вот утренняя молитва у меня, значит, получается в 6 утра включаюсь и сразу выезжаю как раз сюда, получается, вот после молитвы. Значит, и сегодня я рассказывал тоже о том, как Бог во сне вразумил однажды. Здесь, в Киеве мы жили, тоже на Черниговской там снимали, она «Малышка» только, снимали квартиру в 98-м еще году. Значит, и я видел грязь, с которой Бог меня достал во сне прям. А началось с того, что я преподавал тогда в Иисус Навин, в Библейский институт, «Сила Божья» вечерняя школа, и дневная была Иисус Навин. Вот как будто. И там, и там. Виктор Луцик тогда, он как раз был там ректором. И, значит, интересно, что преподавал, когда там тогда большинство учащихся были, бывшие наркоманы, алкоголики, сутенеры, проститутки, тунеядцы. То есть, короче, порядочных грешников там, бывших раз-два общался, короче. Все там, многие в наколках были там, ой-ой-ой там. Вот. И один, значит, из братьев, он там без наколок такой, как бы, даже не подумаешь, что он преступник. А он был, как раз, оказывается, самым известным преступником. Вот, как бы, в прошлой жизни. Вот. Он подошел ко мне, значит, а так с виду не подумаешь вообще, что он преступник был. Вот. И, значит, он сказал, значит, что вот там умирает одна женщина, она была как-то-то женой здесь, крестного какого-то отца мафии, какой-то здесь вот, еще при Союзе, 80-е годы, 70-е еще даже годы. То есть, эта женщина умирает и в очень плохом состоянии. Вот попросил, если можно, помолиться за нее. Вот. Мы, говорит, с ней уже молились как-то, вот, и она уже все умирает уже. Мы поехали к ней. Я согласился, конечно, вот, помолиться за женщину. Вот. А эта женщина, она заживо гнила вся. Вот. Страшная история такая. Она, короче, у нее наркомания была там и что-то еще там, значит, и вот она болела как-то, разлагалась заживо. Вот. Когда мы зашли в квартиру, то там, значит, прямо с порога такая вонища, знаете, вот, как будто тело, мертвая, уже лежала там долго, а она была живая женщина еще, представляете? Ужас такой. И, значит, и она была голая, фактически, значит, но и кожи на ней тоже мало было уже живой. То есть, и страшное зрелище. И на ногах там даже до кости прогнило уже. Вот. Она разлагалась заживо, глотка у нее прогнила, вывалилась туда. Как она была жива, я не знаю вообще. Ну, душа в теле была еще. Вот, значит, и меня там что-то не вырвало просто. А я еще, как назло, еще перед тем пообедал, значит, там, после занятия там, как раз, пастор Виктор предложил там, значит, там, пообедал хорошо с ними там. Меня что-то там не стошнило просто. Потому что, ну, она была жива. Если бы она мертва, ладно еще, как бы, она еще глазами еще хлопала, понимаете? Жуть такая. Вот, как фильм ужасов. Вот, значит, и... А еще предложили подойти к ней помолиться. Понимаете, это вообще страшно. И тот брат, он понял, что я пока не в состоянии даже говорить что-то. Он сам начал там с ней говорить. А я еще думаю, что он говорит с ней. Она же, ну, вообще вряд ли что-то даже воспринимает. Вот. А он сказал, вот, если ты слышишь, понимаешь, как бы, да, вот, как бы, вдруг говорит так, то маргни там два раза, допустим, там, или там три раза, что-то такое. А у нее глаза только работали, и на одной руке там пальцы шевелились. Она пальцем шевелила еще. Вот, на руке. И все. Больше ничто там не шевелилось в ней, значит. И, интересно, бывает, что душа в человеке очень быстро выходит, и все. Вот, даже, как бы, без всяких там... А бывает, что цепляется, как крепенье, знаете, вот, и не отрывается, вот, как бы, до последнего. Это, ну, я много видел разных смертей, но, как бы, вот, это одна из таких удивительных для меня была смертей. Вот, и эта женщина, прямо, как вот, она напомнила репейник мне, который прицепился, и она к телу и не отходила. Но, видимо, я потом понял, что Бог специально дал ей такую силу держаться за тело, чтобы ей слышать слово, чтобы молиться ей, даже в таком состоянии ужасном. И, представляете, да, она глазами давала, сколько надо там знаков, что она слышит. Потом я стал говорить, вот это все, не то, чтобы принюхался, а вот это присутствие Бога, оно все, как бы, вот это уже действовало. Действовало, уже и не тошнило, и все, я говорил тоже слово ей, она тоже глазами давала знак, что она слышит нас, соглашается и молится. Я впервые в жизни видел молитву глазами, вот, чистой глазами молитвы. Вот, и потом так получилось, что за нее молились тоже, и потом на квартире уже, ну, дома уже. И, представляете, вечером я моюсь, мне кажется, я весь пропах трупным этим запахом просто. И вечером вот на молитве такая мысль какая-то такая поганая пронеслась такая в голове. И, знаете, вот это, как говорят фарисеи, благодарю тебя, что я не такой, как некоторые люди, вот, или как вон та женщина, значит, ну, я эту мысль, конечно, тут же прогнал, но она мне понравилась. Как бы, видимо, это я потом понял, на утро уже. Вот, и, то есть, как бы, я согласился где-то внутри, сам того не понимая с этой мыслью. Вот, и, значит, ночью я вижу грязь во сне, только уснул, как провалился, я видел эту грязь страшную, с которой Бог меня достал. Я сразу знал, знаете, что именно с нее меня Бог достал. Там были другие грязи, другие души какие-то, но я видел эту грязь. Она была грязнее, вот, чем даже вот эти хрестоматийные грешники были вокруг этих грязи. Там, значит, да, моя была, это что-то невероятное. Знаете ли, и голос во сне тихо, но очень твердо и четко говорил следующее. Там несколько раз одно и то же повторил, одно и то же. Я смотрел эту грязь, я понимаю, это моя бывшая грязь, и из нее я уже не ее, она не моя, но я из нее достал, меня достали оттуда. И, знаете, голос говорил вот следующее. Для того, чтобы спасти тебя, мне понадобилось больше усилий, чем для того, чтобы спасти наркомана, алкогольника или проститутку. Держи то, что ты сейчас имеешь, дороже тем, что ты сейчас имеешь. И вот так, слово в слово, несколько раз было сказано. И я проснулся, и проснулся сразу, знаете, вот не то, что там сразу, я вот, я на подушке, я проснулся, я сна, как будто бы и не было. Я только бы подумал, только бы подумал, что вот надо же, что мне приснилось. И представляете, я уже не спал, четко уже, я был здесь полностью. Не было такого полудрема какая-то, моментально я был здесь резко, все. Все. Тот же самый голос, так же тихо, но так же твердо, уже в мои уши. Я лежу на подушке, слышу то же самое. Я уже не мог подумать после этого, что это только лишь сон. Тот же самый голос, слово в слово, повторил мне снова это же самое. И все. После того, я, кстати, тогда преподавал, там еще, киевский институт, семинария, или как называется, институт библейский. На Святошине был он, или он сейчас там на Святошине, наверное, от Паночка, Михаила Паночка. Вот там. И я приезжал как раз, как раз к Михаилу Степановичу приезжал, как раз я в гости-то, тогда, значит, и пригласил его тоже, чтобы, значит, пообщаться там. Значит, он приехал потом с женой, там, с детьми, с ребенком или кем он приехал. Ну, короче, с помощниками какими-то. Вот. И даже у нас там, у нас собрание, это было маленькая такая, там, группа собиралась, он пришел, сказал слово, так интересно было. У нас же такой, я думаю, большой человек, значит, вот так не постеснялся, не погнушался, пришел, сказал слово, там. Подарил там пачку этих песенников, песнь Возрождения, псалмоз пивы, коробку тоже подарил. Вот, говорит, будете там раздавать людям, значит, или у себя в церкви тоже будете спевать там песни. Нет, дякую, говорю. Вот. И, значит, но самое интересное было следующее, я Михаилу Степановичу потом говорю как раз тогда же, что, 98-й год, я как раз после этого сна, я приехал и я ему говорю, что, Михаил Степанович, знаете, я знаю, о чем буду говорить в институте у вас, значит, потому что я готовил одно, одни лекции. Я говорю, буду по-другому, я переначал то, что даже вам присылал, ну, там давал там от руки, я говорю, буду другое. Почему? Говорю, мне Бог открыл, с какой грязью меня бы он достал. Многобожие, я знал четко, знаете, вот тогда, после проснувшись от сна, я точно четко знал, вот эта грязь в глазах Бога, она настолько мерзкая, невероятно, и она такая липкая, это, знаете, как вот болото, не болото, жвачка, непонятно, блевотина какая-то, что-то страшное. Вот, вот, как вот мухи прилипают к чему там, я не знаю, вот с чем сравнить ее, но это вот в глазах Бога, я, сейчас я уже прошли годы, я сейчас мало это вспоминаю, якобы, и плохо даже могу описать, но тогда по-живому еще, по-горячему, будьте здоровы, по-горячему еще, знаете, вот я четко понимал, вот когда я молился раньше, до 96-го года, молился там к Богородице, к святым, допустим, да, значит, я думал, это благочестиво, это христианство, и даже какое-то присутствие, я понимал, что это Бог, я не знаю того, я думаю, что я служил Богу, я служил дьяволу, и больше того, и я не только сам влип в это все, и погружался, я еще и других погружал в это, и в глазах Бога это было так мерзко, и ему был, ему, Всевышнему, было трудно меня достать оттуда, представляете? И вот эти вот там грешники другие, там, хрестоматийные, пьяницы, наркоманы, алкоголики, тунеядцы, они со своей грязи прямо как вот так вот, чих-чих, а я там копошился, и меня было трудно достать, представляете? Вот я, вот это, да, когда я целовал икону, там, мощи целовала, я был в свое время, я уж вам не рассказывал всего там, в свое время еще вот тогда, ху, был, ну, короче, ярым, почитателем всего этого, даже когда там, начало 90-х, там в Москве обычно, в Ленинграде, ну, уже Петербург, по-моему, назывался, ну, неважно, мощи какие-то привозили, я всегда брал, там, сразу благочину, там, все, в епархию сообщал, что я на неделю уезжал, и там, каждый день возле мощей, я, значит, у меня дома были мешочки такие, вот, там, значит, земля с разных могил святых, вот, начиная там с Сени Петербургского, Серафима Саровского, там еще что-то, у меня был посох от Серафима Саровского, значит, там всякие там, короче, если бы тогда вот мою комнату посмотрели бы вы, я говорю, апостол Павел сказал бы так, что я вижу, что ты, батюшка, особенно набожен, ибо, обходя и осматривая святыни твои, даже Павлу было бы сложно, наверное, говорить со мной, ему проще было бы в ариапаге выступать, знаете ли, среди таких откровенных язычников, ой-ой-ой, и вот, и представляете, я все это видел, я молился за упокой, бабушки были в шоке, ну, в восторге, по-хорошему, я молодой священник, ревностный был, сейчас нет так у меня ревности, вот, но бесам порой ревнись не служил, представляете, я вот как вспоминаю, как я тогда служил, бабушки говорили, старенькие вот эти вот такие, богомольник, всю жизнь, которые прослужили в храме, там, лет 50-60 лет, каждый день божий служили в храме, вот, они говорили, вот так только лишь раньше, там, вот эти старые батюшки, там, вот, так вот, они вот полностью, не сокращая ничего, много раз перечитывая имена эти, а я же верил, что эти умерших, я, ну, помогаю им, реально имею возможность помочь, так-то я такое уж, если не помогу, я верил в это, вот, и, как бы, старался не осуждать, но я понимал, что многие священники, ну, халтурят, просто сокращают, как бы, и, фактически, то, что положено, допустим, за час-полтора пропеть, они 15 минут, 10-15 минут пропевают, и быстренько все, и, вот, меня там, однажды, я помню, в епархию приехал, вызвали в епархию, позвонили, я приехал, к отцу-секретарю, говорю, как бы, вот, я, как бы, значит, а вот, говорит, зайдешь, будет, там, куда там, в бухгалтерию, что ли, короче, получишь это, ну, там, и конвертик, там, благоставение, значит, там, да, значит, которые, как бы, так, кроме официальной зарплаты еще такой конвертик, там, давался определенный, да, значит, да, значит, поощрения такие, вот, коробку, там, гуманитарной помощи, потому что в магазинах вообще ничего не было, там, как бы, а там, американцы давали гуманитарно-помощь на епархию, вот, всякое масло, там, все прочее, хлипы до хлипа, там, всякого было, вот, значит, и, говорит, командирование удостоверения, а куда, я там, мне так интересно, куда меня командируют, ну, бывало, что меня, там, туда, сюда, к храму какому-то на неделю, на две, там, командировали, чтобы где-то батюшка заболел, где-то умер, где-то, там, переехал, надо срочно послужить в этом храме, там, недели-две, допустим, хорошо, я прихожу, значит, там, значит, в этой епархии спрашиваю, ну, вот я, отец Сергий Журавлев, где мое удостоверение командировочное, читаю, кладбище, номер такой-то, ничего ж, я думаю, командировку на кладбище, думаю, да вы что, мне что, там прогулы ставят, что ли, оградку, да ну, как бы, я вначале не въехал даже, ну, молодой еще, зеленый, неопытный, я к отцу секретарю снова говорю, не понял, говорю, отец, я говорю, так, ну, написано командировку на кладбище, как бы, ну, как бы, а почему, что, зачем, ты, дурак еще, люди рвутся туда, дерутся, попасть, вот, а тебе, вот, ты молодой, у тебя даже машины нет вообще, ну, короче, вот дадут, дали тебе шанс немного, хотя бы, копейку какую-то, значит, заработать-то, ну, ладно, а там кладбище молодое, перспективное, вот, да, возле города, значит, 90-е годы, люди там мрут, значит, там, как заходишь, а, я приехал на кладбище, а там ничего нету, там только под храм землю отмерили, что вот здесь будет храм, ну, окей, хорошо, значит, заходишь на кладбище, значит, там, мне сразу объяснили, вот здесь вот три таких секции, сюда, как бы, VIP, здесь там, там, надгроби такие уже стояли некоторые, там, здесь богатые, здесь, ну, средний класс, как бы, да, а здесь, ну, сюда лучше не ходить, как бы, здесь очень бедные люди, вот здесь хоронят, там было такое помещение, я зашел, поздороваться, ну, представиться, значит, значит, к начальству, начальник кладбища был, тогда иномарок мало было, еще такая большая иномарка стояла, значит, там, пальцы вееры, все в золоте, новый русский, малиновый пиджак, классический, прям, такой новый русский, такой, вот, значит, да, значит, какой-то боксер, значит, он командир этого кладбища, как бы, он так оценил меня, ну, как бы, ну, одобрил, как бы, значит, да, говорю, а где мне стоять, храма-то нету, землю дали, а, как бы, а вот, значит, вот там, ну, в принципе, где хотите, ну, на воротах, есть там местечко такое, там повесили за меня прескурант такой, значит, ну, как бы, не крещение, а вот, как бы, ну, лития, там, панихида, там, значит, там, свечи из упакой, там, столик со свечками всякими, там, принадлежностями всякими, там, вот, отпевание заочное, очное, там, ну, прескурант целый стоял, вот, значит, здесь свечки всякие, я ходила рожок, встаю возле проходной жду клиентов я чувствую, как на панели стою батюшка по вызову вот стою сказали, вот сейчас уже должны подъехать автобус эти вот, едут автобус и видят, батюшка стоит батюшка, а вы свободен? свободен? я говорю, ну как бы да а что вы можете? я говорю, вот могу целый список смотрите все могу с кадилом стою себе с кадилом короче, не смех и грех стою, а что делать? я же первый раз в такой ситуации оказался, думаю, ну в храме там понятно, что к чему, а здесь ну ладно а там у этого, он, кстати, вот этот новый русский, я в этом сроку видел, он, кстати, трезвенник боксер, спортсмен, не пил, кстати, ничего слишком добросовестно все отпивал, короче надо было быстро, халтуру надо было халтуру, халтуру и то, у меня к концу рабочего дня у меня там два кармана таких больших значит, там в подряснике мне купюру некуда уже пихать уже, они вот уже карманы уже такие вот уже благоряса позволяет скрывать, как бы значит, вот, я один карман соседарю вываливаю на стол, как бы он раз себе в полку одобрил другой себе так я, значит, ну почти полгода уже служил, я за полгода столько не зарабатывал столько там, просто за один вечер там, ну за один день там вывалил, матушка довольна вот это да так это на самом деле, как бы так это я еще работал так вот спустя как бы, ну как бы по их мнению рукава а, кстати, интересно вот эти товарищи, эти вот всякие, ну пьяницы, которые вот работали там они по-своему верующие, по-своему у них какая-то своя вера какие-то свои там такие убеждения интересные значит, во-первых, они, конечно что, ну и говорили, что вроде как Бога нету все по их пониманию но что-то есть вот так они говорили обычно а потом говорят, что оттуда, говорит, не возвращаются но, говорит, туда передают кое-что как передают? оказывается там, представляете вот я услышал столько суеверий всяких вообще за эти пару недель там короче, что оказывается передают умершим с новыми умершими для старых умерших передают всякие предметы обычно там сигареты самая популярная водка и пачка сигарет ну может кому-то чай я не знаю да, значит а я говорю а как вы передаете? ну, говорит, батюшка ну, вам как своему можно как бы объяснить вот там, допустим вот, к примеру перед тем, как гроб закрывают мы, говорит, у родственников там чуть поодаль им не до того они плачут а мы, раз, подбросим что-то и говорим такой-то, такой-то передай такому-то, такому-то и закрываем так они пьяницы но водку передают представляете? закапывают то есть, у них свое суеверие какое-то свое суеверие тем более, что некоторые потом родственники они платят значит, за то что, за передачу умершему а потом некоторые приходят и еще доплачивают сами от души а почему? благодарят потому что снится умерший представляете? и говорит спасибо за передачку получил ну, до встречи в эфире как бы вот это да значит да, значит ну, там а бывает просьба очень необычная вот, значит для передачки короче там еще до меня похоронили вот, где там богато хоронят там похоронили одного нового русского который погиб значит перестрелки вроде как бы ему под подушку значит положили его любимый пистолет он без него никуда вообще не ходил вообще ну, он не спас его при жизни но, как бы вот, положили ему туда и представляете значит 40 дней проходит мне историю рассказывают эти вот товарищи эти прошло 40 дней он снится одному из братвы отстреливается пистолетом от кого-то там и говорит Васек патроны заканчиваются на полном серьезе представляете братва бандиты все безбашенные но у них такое суеверие вообще было представляете такое страхство суеверное что они вроде братка кинули без патронов ну, как бы с одной обоймы положили пистолет короче они чего мелочиться ну, мне так рассказали за что купил за то продал значит короче заплатили тогда большие деньги значит по тем временам сделали а там они уже там что-то уже сделали сверху на его могиле так вот подкоп сделали представляете под его туда гроб импортный пулемет с патронами туда все значит полностью стреляй на полную короче можешь отстреливаться браток значит да и замуровали все это вот суеверия такие что сейчас даже странно но тогда вы слушали я сам удивлялся вообще вот настолько люди суеверны я думаю стоп а мы на уроках в свое время в школе смеялись над этими фараонами которые там значит там в усыпальницу и пшенички и вина и всего и мяско и всего всего складировали тоннами так что и в наш век грешник он и в Африке грешник знаете ли человек если не возрожденный он без разницы где он живет вообще суеверие это вот такая вещь которая просто человека вот действительно как будто бы в вузы попадает в вузы сетями какими-то такими и я понимаю сейчас уже четко понимаю что выход из этих суеверий ну по сути один это вот действительно духовное возрождение это сам Иисус Христос вот действительно тогда вот эти шелухи эта шелуха она опадает просто-напросто слава Богу ну ладно вот такие истории и вчера я говорил по поводу молитвы за упокой мы запомнили вот эти моменты как появилось учение это вообще помните спиритизм помните насчет пустыни ну так вот даже просто вспоминать в шестом столетии в четвертом после Константина гностики спиритизм общения с умершем Макарий Египетский а потом да Макарий Египетский потом в бане был случай да в шестое столетие было придумано вот этим молитвам за упокой сорока уст на востоке это стало обязательным для всех церквей а потом в десятом веке уже 940 год там уже завершение этого учения учение очистилище ну о мытарствах у нас оно называется о мытарствах но вот я хочу кое-что рассказать еще очень важное кое-что расскажу потому что чтобы было вам понятно почему реформация в шестнадцатом столетии она вот началась именно с этого большинство ну почти все эти реформаторы вот Лютер, Кавин, Свингли анабаптисты те же самые там Мино Симонс там в Голландии там допустим они протест они стали реформаторами протестуя против учения чистилища вот и может даже непонятно что за учение такое почему оно так вот раздражало многие даже священников даже оно по сути пошло вот из этого учения о мытарствах в принципе о чистилище о мытарствах учения это ну как бы вроде бы одно но имеет небольшую разницу значит отличие небольшое такое вообще чистилище что вы слышали вообще на чистилище когда-то слышала еще православие что типа это как бы душа которая ждет решения вот такого временное заключение у нее помните я говорил что Феодора там сон мытарство блаженной Феодоры она проходила и вот значит там как бы на каждом мытарстве откупались да весы были вот дело в том что прошли какие-то столетия и на западе это учение стало популярным и на западе тоже со временем то есть вообще-то восточное учение но западная церковь постепенно это тоже перенимало все похоже но перенимало и вот и на западе предположили а что если допустим примеру какой-то брат пошел допустим по мытарствам и он допустим у него там злых дел грехов почти не было а добрых дел целый мешок и он откупался вот так вот бросал бездач и прошел и у него еще пол мешка лишних добрых дел да излишки он заработал спасение себе и плюс еще даже переработал допустим добрых дел у него может он монах всю жизнь на столбах где-то там был в пещерах молился и у него подвиги всякие как вы не понимали вот до грехов там как бы сгульки на нос как бы все ну ладно хорошо а второй брат пошел допустим по мытарствам и пошла душа по мытарствам да значит вот и там его обвесили и там короче не домолили и там у него не хватило добрых дел короче ну грамм 100 250 но не хватило и все его там мучают там не одно столетие и там и сям и там ну короче бедолага такой не доработал он спасение свое получается и вот им богослово западное предложили они взяли бы взять у первого брата излишки его добрых дел лишних полмешка и поделиться вот с тем братом поделиться да уже вот и они сказали хорошо давайте мы так и сделаем сделаем вот такую как бы мистическую такую таинственную такую передачу а за все отвечает серебро вот значит заплатишь живой платит деньги и умершему передаются вот эти излишки добрых дел вот вы сейчас понимаете да уже лучше почему реформаторы восставали против этой системы вот именно эта система вот именно вот это учение оно стало последней каплей которая переполнила чашу тогда уже терпения хорошо давайте сделаем перерыв и продолжим индульгенция это же самое да 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 да